интрига заключается в том заблокирует ли мне этот смартфон ну что ж юный продаван симочку я вставил пока что ничего нет пока что показывает крестик а какой-то смартфон да это realme gt5 pro и обратите внимание друзья он вскрыт вот почему объясню чуть чуть попозже в принципе это нормальное явление то что он вскрыт это по сути для меня наверное радостная новость так вот в чем прикол почему этот смартфон могут заблокировать купил я у примерно за 60 тысяч рублей друзья немалые деньги то есть это в районе где-то 670 баксов за этот смартфон и эти 670 баксов могут превратиться в абсолютный кирпич ну прям совсем в кирпич превратятся но друзья если отвалится sim карта когда этот смартфон будет сложно продать или же даже невозможно продать потому что мы sim карта не рабочая зачем в принципе нужен такой смартфон это по сути самая главная функция смартфона так вот друзья у меня именно realme gt5 pro именно в такой версии и сейчас я покажу предысторию каким образом я общался с продавцом надеюсь вам будет это предыстория тоже немножко полезно если вы заказываете смартфоны на алиэкспресс на кстати все проверенные продавцы на моем telegram канале обязательно проходите и подписывайтесь там я выставляю интересные товары на алиэкспресс почти что каждый день ну и также дублирую свои видео на youtube так вот чтобы правильно покупать на алиэкспресс я покажу вам свою переписку с продавцом брал его продавца гонконг там а а мало store вот такой продавец статьи я не хочу сказать что он прям супер проверенный но из всех продавцов с кем я переписывался они отвечали мне быстрее всего и в целом они как бы адекватно реагировали на все что я пишу и но я лично решил выбрать этот магазин для того чтобы проверить так сказать на проверочку взять насколько он безопасный насколько с ним можно работать в целом пока на данный момент телефон дошел все окей но интрига остается интриги заблокирует не на смартфон или нет если заблокирует то друзья 60 штук просто напросто на ветер и так с чего началась переписка я в общем показала смартфон и задал вопрос разблокируете сим-карту для россии но такой простой конкретный вопрос почему я пишу так просто потому что там встроен переводчик и для того чтобы правильно и адекватно перевести мою фразу чтобы человек понял я пишу абсолютно простыми фразами на вопрос разблокирует ли сим-карту для россии он ответил да пожалуйста оставьте заказ но вот как бы так все просто дальше его пишу можете прислать и видео с разблокировкой смартфона хочу убедиться для меня это важно почему потому что но на самом деле си человек это не умеет или же продавец не умеет или же у него нет паролей то может прислать просто обычный смартфон который в итоге потом заблокируется так вот он не присылает следующее видео точнее видео а даже фото первая фотография на самом деле я не понял вообще к чему и зачем но в целом вот он не прислал такую фотографию может быть вы разберетесь зачем это нужно сам смартфон и вот старт плагин об это первое что я могу разобрать и вот нижняя табличка она выглядит таким образом за девайс хэсби а лакт ну и очень хорошо видно но по сути тут написано что смартфон разблокирован да это самая главная фраза для этого смартфона окей дальше я вам пишу еще вопрос есть и google сервиса он гайда украсить игровой магазин google возможно но это такой кривой перевод дальше он пишет это официальный ром то есть не глобал не global вершин а глобал руб это немножко другая штука об этом немного попозже поясни дальше следующий очень важный вопрос я задаю ему 12256 white есть наличие или нет продавец честно отвечает по сути 16256 есть в запасе а вот 1256 нету в запасе и это очень важно можно было сделать заказ на 12256 и ждать от смартфон кучу лет но некоторые ждут по месяцу по два и так далее в общем продавец отвечать есть на 16256 поэтому я принимаю решение сделать заказ на 16256 этот телефон чуть дороже стоит примерно 58 а та версия стоила 52 тысячи в принципе за 52 я кстати вам советую брать если есть у этого продавца то 12256 за 52 куска мне кажется отличное решение окей дальше я сделал заказ и я ему пишу я заказал отправьте как можно быстрее я буду делать обзор на youtube но если у вас есть youtube канал вы можете вот такие вот махинации прокручивать это немножко стимулирует как бы подавца по этому телефончик побыстрее но на самом деле он проигнорировал эту фразу и заказ не был отправлен какое-то время я ждал дальше я ему написал следующее пожалуйста отправьте заказ сегодня я не могу ждать или заказ придется отменить вот эта последняя строчка она по сути ключевая то есть это тоже немножко такое такая психологическая игра чтобы немножечко замотивировать продавца или же юного продавана отправить заказ как можно быстрее и вот его ответ телефон нужно разблокировать мы отправим его сегодня то есть по факту значит это был не мой смартфон на тех скриншотах мой смартфон еще не разблокирован но то что продавец понимает в чем дело это уже радует хорошо обязательно разблокируйте им пишу да пожалуйста терпеливо жди благодарности ну и вот я терпеливо дождался благодарности кстати ссылочка на этот смартфон будет в описании именно от этого продавца также помимо всего этого я сидел конечно же на форуме 4п до смотрела как люди покупают эти смартфоны с какими проблемами не сталкиваются и так далее поэтому у меня есть определенного рода опыт и этим опытом как вы понимаете я хочу с вами поделиться и так первое что он встречает это вот такая великолепная красивая коробочка на самом деле премиального такого цвета вот здесь есть такие золотые вставки выглядит на самом деле друзья дорого-богато если на подарок то выглядит просто на просто шикарно вот но на подарок друзья это такое себе нужно еще с этим разобраться как вы поняли это не global version а это global room и это немножко другая история так надеюсь телефончик у меня распаковано не вы доставали надеюсь что они вы доставали потому что если они не доставали это немножко плохо либо они разблокировали его прямо непосредственно через вот эту пленочку и так здесь у нас по сути ничего нет кроме чехла нам посмотрим чехольчик да кстати год начался отлично вот смотрите да даже вот эти следы на этой скрепке это уже радостная новость почему потому что скорее всего скрепку доставали и доставали по сути sim карту для того чтобы разблокировать этот смартфон здесь различные бумажки но и чехольчик друзья чехольчик отличный да слушайте друзья дорого-богато хороший отличный качественный чехол на самом деле год начался отлично и я хочу вам сказать что пока выпустили свои смартфоны обязательно смотрите обзор на эти смартфоны на этом канале также на телеграме все выкладываю и друзья у проверенного продавца кстати взял тоже пол твой он выслал вот такой сэмпл отличный и телефон за 19 200 да кстати сейчас очень подорожал но за 19 200 это просто лютая пушка так вот друзья год начался отлично пока выпускает отличную серию x также м кстати тоже в порядке и компания real не тоже поддержала эту эстафету и сделала отличный смартфон на самом деле вы сейчас думаете это ну ты прям заболтался потому что ты болтаешь уже около десяти минут а смартфончик так еще и не показал в респект респект за чехол ok вот сам смартфон дальше у нас зарядка супер вук на 100 ватт кстати я заказал еще все внешнюю зарядку беспроводную и проверим сработает она с этим смартфоном или нет если не ошибаюсь то беспроводная зарядка здесь тоже присутствует на этом комплектация закончилась как вы видите это китайская розетка и вот с этим переходником которые стали кстати чуть-чуть лучше то есть они достаточно и упруги чтобы блочок сам не вылетал смотрите то есть неплохо все это сделали да он вот как-то так криво стоит но на самом деле это неважно с этой стороны не избитые все а обычный юсб это не совсем хорошо все-таки для современных технологий для новых смартфонов особенно для флагманов нужно чтобы здесь был избитые все мне кажется это стандарт ну и сам кабелек давайте посмотрим на него достаточно толстый с виду да у компании реал не такой свой как бы стиле но то есть они делают такие достаточно толстые провода и это неплохо здесь конечно же на конце избитые все ну что ж друзья первые впечатления задняя крышка выглядит просто шикарно я надеюсь вам хорошо видно это вот такой стиль под кожу как на первом реал не реал не джи ти я имею ввиду там тоже была кожей помните такая небольшая вставочка пластиковая черного цвета смотрится друзья дорого богатым отличный цвет может быть даже можно его носить и без чехла давайте попробуем надеть чехол отлично отлично понятно оригинальный чехол здесь никаких косяков не должно быть и кнопки громкости кстати на правой грани и кнопка включения и выключения тоже на правой грани левая грань в нашем случае пустая так дальше сверху у нас есть скорее всего отверстие для динамика пока что еще не понял наверно и порт и второй микрофон для шоу подавления с левой части ничего нет а в нижней части сим лоток основной динамики и избитой пти также и микрофон здесь стоит давайте посмотрим на сам сим лоток хочу еще раз вам друзья напомнить что вся интрига заключается в том если сюда установить сим-карту и телефон не разблокирован мгновенно блокируется и превращается по сути такой в полу кирпич вот здесь можно установить 200 карты таким образом выглядит лоток дополнительной симки конечно ой дополнительной карты здесь не предусмотрено большой блок камер просто друзей люто выглядит сами камеры пока что на первый взгляд это основная камера здесь скорее всего широкоугольник это непонятно то ли заглушка то ли какая-то дополнительная камера но и кстати здесь видно что телевик абсолютно такой полноценный вспышка почему-то сверху можно было куда-то и и закордонник мне кажется с этой стороны но посмотрим каким образом она отдает нам освещение грани здесь скругленные то напомню 2023 год был отмечен тем что у грани были такие заквадраченные по сути вот такой стиль ну и на многих смартфонах придерживались именно такой идеи вот в данном случае грани чуть-чуть или же слегка закругленные но кто то есть такая отсылка примерно на 2021 год плюс минус здесь наклеена такая пленка и вот с этого боку она по сути примыкает то есть пленка тоже заворачивается вместе с экраном ну первое впечатление выглядит просто великолепно попробуем включить смартфон вот эта грань если постучать по граням то скорее всего это металл ну вот прям по ощущениям может ли телефон стоять на грани да да друзья стоит мне кажется на нижней грани тоже может стоять можно его поставить да зачем это нужно не знаю но допустим если я буду снимать какие-то нарезочки на этот смартфон то можно таким образом установить но и надеяться что он не упадет так ну что это китайская версия но не совсем китайская это global room то есть это где-то вот что-то посерединочки да то есть сюда можно что-то накатить давайте посмотрим отлично google store установлен саем имя то есть нужно войти и что-то там нам не подходит окей нам нужен скорее всего вай фай вот нашел друзья сканер вот здесь находится нашел друзья урел не сканер находится прям вай фай то есть принципе может подрубиться окей вот но где-то все это гораздо проще просто наводишь камеру и автоматически подключаешься к интернету здесь вот здесь вот такая специальная скобочка так друзья кстати не сказал как он лежит в руке но за счет вот этих скругленных краев лежит в руке он достаточно уверен и кстати отмечу момент тоже немножко забыл об этом упомянуть что чехол сам на серый а телефончик по факту у нас белый меня это вообще не ничем не напрягает ну как бы ладно окей я по сути могу использовать два телефона хочется светленький пожалуйста вот тебе вариант хочется серенький вот такой вариант и причем кстати сама структура но по сути одно и то же на что здесь что здесь то есть по сути телефон ничем так стоит не выделяется если он чехле ну то есть даже может быть не всегда до конца понятно что он в чехле у чехла есть такая небольшая кромочка вот здесь вот совсем такая маленькая но она защищает камеру от прикосновения но какой-то поверхности окей добавил сканер отпечаток пальцев вот он здесь добавляется и таким вот образом он срабатывает ну принципе вот не всегда попадают то есть смотрите появляется значок окей небольшое касание давайте проверим вот таким образом не срабатывает чуть-чуть надо прижать буквально с лигодца и он срабатывает то есть я регистрировал сканер таким вот образом в этом положении но если вы нажмете так он откроется и даже если вниз головой нажмете то тоже он откроется окей сканер работает сканер быстро это флагманский сканер без каких-либо проблем далее antutu давайте посмотрим сколько он вывел antutu отмечу что на данный момент телефончик устал здесь три процента всего лишь осталось то есть телефон наверное работать не на полную нагрузку поэтому antutu он выбил всего лишь один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи баллов то есть меньше чем заявлено то есть он больше двух лямов должен выбивать в geekbench кому интересно вот такие показатели у этого смартфона насчет установки смотрите у меня стоит два телеграмма во первых я попытался установить его с playstore и он установился но он по сути не включается то есть как бы я пытаюсь завести сюда пароль как-то его активировать и так далее причем это нормальный телеграмм видно что у меня приходят эсэмэски на смартфон для того чтобы его идентифицировать но на самом деле когда я завожу туда пароль он просто-напросто закрывается и зарегать его не получается я скачал ru store просто сайта зашел скачал ru store зарегался там и скачал другой телеграм но по сути это два одинаковых телеграмма просто закачаны из двух разных магазинов так вот этот телеграмм работает и кстати не забывайте подписываться на мой телеграмм-канал эдскайбер интересные покупки на алиэкспресс я тоже сюда выложу этот смартфон где его приобретал и так далее и вот здесь есть допустим хорошие покупки поко x6 5g смотрите друзья цена который я выкладывал за 19 200 версия на 8 256 просто какой-то космос если вы еще не подписались на мой телеграмм-канал то советую я это сделать и так с телеграмм разобрались дальше nfc а я его подключу и пойду тестить как он работает кстати одна из фишек которые присутствуют в этом смартфоне я еще буду тестить тоже эту штуку это жесты вот здесь наверно будет проходить какое-то обучение и попозже я вам расскажу как все это работает как понимаете здесь абсолютно флагманский снат dragon 8 джен 3 то есть самый лучший на данный момент и я вот накачал игр по крайней мере фифа мобайл играется вообще абсолютно легкотню выставил я максимальные настройки ультра настройки не ставится на этом смартфоне ну наверное и вообще на каком-либо другом смартфоне скорее всего ультра настройки в этой игре предназначены для планшета потому что ну как вариант только на планшете можно играть на самых полных ультрах имеется ввиду что сам телефон меньше его экранчик и это невозможно целом очень хорошая плавная картинка даже на максималках понятно что снат dragon именно с этой игрой будет справляться на ура тут без проблем но есть конечно и другие игры и их я потести чуть попозже вот я качнул следующие варианты асфальт 9 последний кар дрифт и геншин импакт так давайте посмотрим какой-нибудь ролик на ютюбе и откроем допустим но отмечу что картинка конечно очень сочная очень красиво выглядит все цвета великолепные просто вот мы можем даже таким вот образом увеличить но насколько позволяет сама картинка целом экран конечно очень крутой будем тестировать здесь какие-то люки 4000 нит в этом экране тоже друзья все обязательно протестим но и посмотрим если нам хватит времени то мы еще послушаем немножечко музыку это пока x6 первое впечатление он играет конечно лучше чем пока x6 но отмечу что пока x6 тоже друзья красавчик потому что но звучание неплохое за его цель ну чтож вот в этом последнем отрезке этого трека уже было понятно что реал мир 6 конечно играет гораздо лучше но в целом по сути это комплимент пока x6 потому что он достойно выдержал конкуренцию с флагман который стоит в два даже три раза больше чем этот смартфон в общем друзья телефоном в целом я пока что доволен давайте сейчас посмотрим примеры фото а и и ну что ж друзья оттягивая этот момент насколько мог потому что на самом деле страшно потерять примерно 670 баксов если его сейчас заблокирует то ну короче это будет полу кирпич по сути его невозможно будет продать да и полноценно пользоваться согласитесь без sim-карты вообще ну как бы смысла нет телефоном поэтому проверим насколько правильный продаван нам попался продал логово все по чесноку сделали про все необходимое и кстати сейчас отмечу что в основном телефон не блокировались сразу то есть результат будет примерно наверно понятен вот в ближайшее время тогда мы подведем полноценный вывод по этому смартфон можно его брать или нет кстати за одной проверим бэнды как они работают ну что ж юный продаван симочку я вставил пока что ничего нет пока что показывать крестик до фух появилась честно говоря вот эти ожидания пока что были самыми страшными ну что ж друзья у меня под напряг этот крестик сейчас вот повтор увидите специально за зарегу вам повтор вот потому что этот крестик очень пугает я на самом деле жил какое-то время в турции я хочу сказать что там тоже телефоны блокируются произведенные не на территории турции но не то что произведены не завезены официально турецким государством так вот этот крестик он просто портил нам жизнь то есть если ты берешь допустим это телефон любой другой телефон не купленный в турции через месяца два примерно он блокируется а сейчас сделали так что он блокируется почти что сразу поэтому друзья какой бы у вас не был крутой смартфон приезжайте в турцию вставляете местную симку обязательно конечно же с местной симкой он блокируется с вашей симкой с любой иностранный проблем не будет но вот такие дела давайте зайдем настройки как вы видите я уже здесь выставил русский язык то есть все окей хотя это не глобальная версия но здесь все на русском языке и так первоначальном варианте все выглядит таким образом кстати здесь есть об маркет вот с этого маркета можете изначально что-то подкачать если у вас нету допустим ru store или же play store но как я уже сказал вы продавцу об этом должны заранее написать чтобы appstore у вас был заранее так вот каким образом вы можете русифицировать на то есть давайте откроем мессенджер что-то попробуем написать вот ведь у меня здесь уже все на русском языке смотрите но система пока на английском пишем здесь в поисковике на английском language и видите здесь в 1 колесико нам нужно 2 заходим сюда english и китайский пишем edit дальше вот здесь русский язык он прям по русски уже написан добавляем его с рокей выходим и смотрите здесь можно переставлять какие языки будут по умолчанию данной первом месте соответственно мы ставим русский на первое место выходим и у вуаля у нас все на русском языке дальше каким образом я сделал клавиатуру то есть смотрите уже все на русском языке соответственно да очень просто качайте приложение под названием клавиатура свистки можете ее скачать можете любую другую мне нравится просто сама клавиатура свистки как она настраивается различных там приколюшки и я пользуюсь именно этой клавиатурой вот вы можете увидеть здесь как раз эту клавиатуру под названием свистки она настраивается здесь можно сделать различные фоны и все в этом роде так вот что-то я заговорился друзья давайте пойдем и посмотрим что у нас в плане связи и так у нас обнаружился мегафон пока работает отлично сейчас мы выключим вай фай и проверим как работает не все переведено на этом смартфоне но это такое друзья чисто мелочи на самом деле проблем не должно быть и так прошло достаточно времени наверное симку должны были уже бы заблокировать 23 года по которого делали долгие шесть лет создали сяоми один из самых известных китайских брендов так окей уже много-много раз на протяжении долгих лет я говорил насколько я ценю и уважаю то что вот вышел кстати обзор уже у мобайл фон на этот смартфон и еще был у айшопер сам все новое это хорошо забытое старое так подумали время и реализовали в новом gt5 про жестовое управление с помощью пальцев и ладони вроде совсем недавно три месяца назад я делал обзор realme gt5 и вот у меня в руке уже gt5 pro и если вы пропустили обзор обычной пятерки ничего страшного а вот просмотр обзора 5 прошки это верное решение ну что ж друзья сим-карта работает до сих пор она не заблокировалась на протяжении дня я конечно буду тестить этот смартфон и уже в конце он расскажу заплочился он или нет конечно же будет основной обзор на этот смартфон и я уже все расскажу как говорится по чесноку что с ним произошло и что с ним не произошло на этом я заканчиваю всем респект уважуха я надеюсь вы уже подписались на этот канал всем пока пока полноценный четкий обзор будет на первом канале обязательно подписывайтесь и на этот и на второй канал и конечно же на телеграм-канал всем респект уважуха всем пока пока